Водил Урал, выходит один говорит, я, говорит, полк приехал два месяца назад, сейчас полка ни разу не выезжал, ну, КАМАЗ звонил, водил КАМАЗ, выходи сюда, есть они, дальше, кто там учил когда-то или знает, один, говорит, младший сержант, узбек был, фамилию забыл его, я, говорит, кончил самратарскую учебу по специальности, это самое, ну, работал он, младший сержант, уже был по другой специальности, выходи сюда. И третий человек, ну, чтобы разобрать станцию, да, три человека. Собрал экипаж и отправляли станцию в колонну штаба. И что ж вы думаете, на КДП поставил, отправил их. Еду к начальнику штаба, в Соколово вертолево заказываю на ночь, потому что этих людей, больных, колоннами скончаются. И мне, значит, ночью почтовиком в район туда забрался старший лейтенант и братовщик. А к вечеру две аппаратных, которые им офицером должны прийти туда, станция КДП, станция спутниковой связи. Часа, в езды там, ну, часов шесть колонны езды. Через шесть часов у меня звонит оттуда старший лейтенант, начальник станции КДП, говорит, а станция, я приехал, а станции космической связи нету. А что толку? Одной стороне. Вы на вертолете? Нет, нет, это две аппаратных колонны отправили, а людей на ночь, чтобы они... Машины подъедут туда, а людей, чтобы они... Ну, понятно. И что ж вы думаете? Ну, родные частоты были, выхожу на замыкание колонны, говорят, по пути этот водитель молодой, который ни разу не выезжал. Места сгорная, машина 22 тонны тяжелая, антенна сверху большая, догоняет переднюю машину, радиатор намотал на вентилятор. А в замыкании МТО-ТС-131, она сию потащить не может, они ее там и бросили. Это километр, наверное, где-то порядка 40-50 от кабула. Отъехали, и тут такая халепа случилась. И что же делать? Ну, я же быстренько, ну, думаю, ну, это все, срыв операции. Хватаю БТР, ну, БТР, значит, было мной, было затолено 4 БТРа. Значит, вся проблема в том, что в Амбанистане наши БТРы, командно-штабные машины, Р-145Б, они выделялись. То есть БТР без башни и рамочная антенна. А все духи, они у нас большинство в Союзе учились. И нашу тактику действий хорошо знали. Офицеры сам мая. Ахмед-Шахмасуд. Почти заводную медалью в Академии закончил, да, все остальное. И управление, всегда бьют по управлению. То есть, всегда там комбайн-штабная машина, там старший офицер, оттуда идет управление. И сюда. И чтобы не было демаскирующего признака, значит, я была мной, именно разработана мной, на базе БТР-80, 4 БТРа. То есть, башня такая, реально. Пулемет, все-ка стоит, все. А сбоку стоит 4 радиостанции. 2,171-х я ставил, и 2,134-х. И штатная, 173-я штатная, вместо 120-й радиостанции. А вместо антенн, рамы, антенны эти самые, штыревые, на АЗИ. И когда машина едет, пыль поднимается, не видно антенны. То есть, с метров 200, пыль на дороге, не видно, что это командно-штабная машина. Было изготовлено для Громова, начальника штаба, начальника разведки и начальника инженерных войск. Вот, 4 БТРа. Это в течение 2-3 месяцев и жилого. Когда первый сделал, всем понравилось, и я самоделочкой делал. Вот, а на этом БТР был пропуск. То есть, обычно, одиночные машины не пускают. Только в колоннах. В колонне есть боевое охранение. А на это выезд, я пропуск показал, и меня на КДП тоже не хотели пускать одиночную, ищи там, сопровождение, я, ну, раз, боекомплект есть, точно километра я 50 проехал. Вот, так, справа ущелье, влажнение между раминок. Справа лазбина, зеленка идет, все, в их сеть течет. И там же по бокам, там же местность, растительности нет, горы, горы. А, внизу, да, зеленка. Оттуда, смотрю, стрельба идет. Ну, спереди вижу, моя же аппаратная стоит. И бойцы из-под машины уже острел выйдут. Ну, я же не долго думаю. Подъезжаем спереди сразу. Сдаем назад. Бойцы же выскакивают с ПТРа. Трос, все подойдет. А самое интересное, на Уралах, нет, на этих КАМАЗах, ставят круки, такие маленькие круки. То есть трос, танковый трос не лезет на крюк. Вот, что делать? И тут, смотрю, бой стрелок гранатомета. То есть, они обстрел, хотели же не бойцов взять. А тут, видимо, подъехала помощь. Начинают стрелять гранатометы. И первая граната, наверное, метров 50 мм, разорвалась. Ну, что делать? Раз уже стрелять гранатометы, быстренько кувалдой, и загинаем крюк вбок. И уже стрелять гранатомет, чтобы крюк налезть туда. Цепляем крюк, и я говорю, водителю все в БТР прилегаете, водители остаются один в зале. И накатиком газу вперед. А 80-ка БТР, фальсивная двигатель, 240 лошадей, и в гору километр 60-80. Ну, с аппаратами не 80, а километр 20-30 скорость на брали идет. И вторая граната попадает уже на пол подъема, мы почти поднялись, попадает в нас в БТР. Но попадает не в сам БТР, они промазали. А вот в БТР-8 сверху есть эта крышка агреатного отсека. А там, значит, П-образная завеса и П-образные две балки. На них крышка назад поднимается. И вот они опять, кстати, попадают в эту П-образную балку. От разрыва льет броню, а броня сверху слабая. И перебивает все масляные трубки. Ударной волной высыпает перегородку между боевым и агреатным отсеком. И масло сбежит и начинает гореть в ветре. То есть в ветре работает. Водитель, значит, от ударной волны, я сидел на месте командира, бьюсь этим вот местом, который я с вами остался. А когда стрельба началась, я длинным, ну так, в рост у меня довольно солидный. Неудобно в этом же сидеть, смотреть перископом. Я эту крышку поворачиваю направо, думаю, если граната такая так попадет, а пуля крышку не пробьет. То есть здесь и поверх этой брони смотрю. От ударной волны, значит, я бьюсь этим, и крышка меня по голове. Я отрубился, контузия получил. То есть не знаю, сколько прошло, 2-3-5, я очнулся, перед глазами зарило, в гусах звон, и смотрю, что-то становится кап-кап, смотрю, соленая, кровь. Ну ничего не болит. Слышу водитель, я майором тогда был, товарищ майор, мы живы, я там что-то ответил, ну не знаю, вроде бы отвечал, но он меня не слышал. Потом я опять провалился, потом слышу я, водитель голос подал, пулеметчик подал, и со мной попросился пополнить комбат этого батальона, где должна операция проводиться. А он сзади сидел. И все стороны ночи, водитель живой, значит, пулеметчик получил контузию, заикался 3 месяца, ну не знаю, отошел он, нет? Я-то вроде бы, да нет, я 3 месяца заикал, я отошел, нету, 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 тут кровь побежал, ну сшили, это все плохая. А водитель, даже мы же вышли в Союз, там еще заикался, пулеметчик. А подполковник, что в зале сидел, ему ударной волной телефон был, у него кровь шла с уха аж до пятки. Водитель, я говорю, тяни, вот, глохнет ветер, это такой стук уже начинается, без масла работает, стук. Я говорю, сколько моешь тяни? И вот мы наверх уже вышли, аппарат на чуть-чуть снизу, ВТР сверху стоит, на ровно площадках уже, а это чуть снизу. Смотрю, гранаты летят, метр пятьдесят сто не долетают. Ну, думаю, уже не достанут снизу. Ну, что, в ПТРе, в команде штат четыре, пять радиостанций, ни одна не работает. Все пообрывало. Ну, что, водитель вышел, подполковника перевязали, там кровь ухода, этот пулеметчик. Руки дрожат, водитель, все, окопаться надо, вдруг наступать. Ну, какой там, хорошо были те самые огнетушители. Затушили мы пожар, все это дело. Ну, и сидим, полцы сами, где никого. Сами сидишь, надо как-то. Потом, смотри, вертушка пролетела, мы стреляли, стреляли, она улетела. Но, видно, нас заметила, кто, не на сцену, она просто не на вашу заметила. Смотрю, на встречу нам же, с той стороны, два БТРа. Вот такой, как сказать, случай был лично у меня. Вот это героизм, не героизм. Что люди живы остались, техника жива. Это у меня прекрасно лично. Но, я считаю, слушай себя, будучи офицером, и уже в росте, я был тогда, не помню, инженером, или зам по руку полка был тогда, не хуже, конечно, поступать, как я поступил. Это я сейчас оцениваю. Понимаете? То есть нельзя командиру полка бросаться от выступления. Есть кому что-то должно быть. Но это был как личный героизм чудесный. Но я сейчас, тогда я поступил так. Сейчас бы я. Нельзя так поступать. Раз тебе доручили управлять. А тебе убило. Это не некому. То есть надо все это делать. Понимаете? Вот это вот. Одно.